всем привет вы на канале товар из китая с вами вячеслав наконец-то мне начали приходить посылки из китая с телефонами и сегодня у нас на обзоре по-настоящему подешевевший смартфон смартфон на процессоре snapdragon 710 да вы уже догадались что это lenovo z5s очень подешевевший смартфон среднего сегмента итак давайте приступим к полному обзору поговорим о его недостатках а его преимуществах и стоит ли в 2020 году покупать этот смартфон кстати сейчас на него цена 110 115 долларов итак приступаем к полному обзору начну я как обычно с комплекта поставки приходит смартфон в такой коробке у меня глобальная версия на 464 по памяти и внизу у нас надпись motorola такая вот коробка также идет 18 ваттная зарядка поддержкой быстрой зарядки европейская вилка из коробки кабель usb type-c тоже фирменный и иголка для извлечения гибридного лотка также в комплекте идет силиконовый чехол на первое время подойдет а также юзер мануал на английском языке кстати здесь этот смартфон позиционируется как леново l78 071 это европейская версия и продавец положил еще в комплект защитную пленку на экран спасибо ему за это а теперь поговорим о самом смартфоне как видите в руке лежит достаточно удобно корпус выполнен из металла а задняя панель выполнена из стекла такие богатые материалы корпуса тройная задняя камера слегка выступает из корпуса на нижней части расположен порт usb type-c внешний мультимедийный динамик аудио разъем и микрофон да и еще один плюс видно вам или нет здесь есть индикатор пропущенных событий который мерцает синим цветом когда пропущено уведомление какое-то или звонок кнопки включения и регулировка громкости выполнены из пластика слегка люфтят верхняя часть у нас чистая только микрофон для шумоподавления дальше слуховой динамик тут решеточка кстати здесь стереозвук в этом смартфоне я уже зарегистрировал сканер отпечатка пальцев который работает тоже корректно сканер отпечатка по лицу и они стал регистрировать видите какая яркая и сочная матрица нас встречает это еще один плюс смартфона lenovo z5s это то что здесь ips матрица full hd плюс за 110 долларов где вы купите такую красивую и сочную матрицу из коробки смартфоне доступны и русский и украинский язык это глобальная версия здесь мультиязычная прошивка также google сервисы все доступно из коробки я уже установил здесь жесты можно в настройках выбрать либо кнопки навигации либо жесты давайте зайдем настройки как видите настройки у нас полностью переведены на русский язык правда кое-где встречаются английские слова ну вот например кнопки навигации либо you touch я выбрал именно you touch это жесты также не переведено вот advanced setting то есть настройки а здесь все на русском языке как видите что здесь еще по настройкам об устройстве смартфон lenovo z5s процессор восьмиядерный snapdragon 700 10 встроенная память 64 гигабайта и оперативная 4 гигабайта смартфон работает на андроиде девятом последний патч безопасности 1 января 2019 года в этом конечно lenovo можно сделать замечание почему они не выпускают обновления для своих девайсов экран обои можно выбрать звук пожалуйста экран размер шрифта полноэкранный режим автояркость я отключил ночной режим есть я тоже его отключил также цвета можно выбрать по умолчанию теплый стандартный либо холодный я выбрал стандартный режим здесь на полную яркость вот порог яркости прекрасный здесь у поставим процентов на 80 жесты работают прекрасно это что касается нашей прошивки связь здесь в звонилке нет записи разговора я пробовал также есть и латинские и кириллица для любителей писать смс достаточно шустро работает телефон нет никаких нареканий в этом что здесь по железу я хочу вам показать через приложение девчек как я уже сказал 8 ядерный процессор snapdragon 710 6 ядер более менее эффективных и два ядра по две целых две десятых гигагерца видео ускоритель adreno 616 фактически все игры идут без тормозов прекрасное разрешение дисплея 480 dpi это плотность пикселей 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти bluetooth 50 поддержка usb хост nfc здесь не поддерживается система позиционируется как lenovo l78071 android 9 и дата сборки 13 марта 2019 года это прошлогодний смартфон на старте продаж за него просили 203 доллара а сейчас почти на 100 долларов он подешевел батарея батарея в смартфоне на 3300 миллиампер часов в паре со snapdragon 710 расход батареи нормальный на сутки вполне хватит я тестировал его смотрел youtube играл в игру и хочу сказать вам что за полчаса за полчаса просмотра youtube смартфон разрядился на 34 процента следовательно 30 процентов 30 минут игры разрядил смартфон на 8 процентов на день вам вполне хватит приложение сеть камера ну а камере мы поговорим чуть позже а теперь давайте я покажу вам тест antutu в antutu этот аппарат набирает немного немало 206 тысяч баллов тест multi touch уверенных 10 касаний давайте посмотрим может ли смартфон работать как gps навигатор запустим gps тест мы сейчас находимся в доме как бы здесь не очень геолокация но видим что смартфон легко справляется со своей задачей ловит спутники даже в сложных условиях как gps навигатор его смело можно использовать сейчас давайте послушаем как звучит наш телефон я зашел на youtube на музыкальную композицию по моему звучит неплохо давайте перемотаем немножечко а 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 звуком вы точно не будете разочарованы здесь все порядке давайте посмотрим как смартфон себя ведет в играх я скачал асфальт 9 достаточно требовательная игра и давайте посмотрим фактически snapdragon 710 поддерживает любую игру и любая даже самая сложная игра будет идти на смартфоне очень комфортно никаких тормозов никаких микро фрезов вы видите игра идет уверенно трамплин смартфон справляется прекрасно и давайте под мост заедем вот так игра идет на хорошей скорости любая игра будет идти на этом смартфоне а теперь давайте поговорим о камерах смартфона и основная фронтальная камера здесь на 16 мегапикселей и честно говоря результаты съемок средние давайте зайдем интерфейс камеры и посмотрим некоторые настройки эта камера может снимать видео даже в 4к 4к full hd и hd 30 кадров в секунду также в камере есть некоторые режимы режим про режим дуо или эффект размытия боке видео а также панорама давайте посмотрим результаты фото и видео на примерах тестовая версия видео на смартфон lenovo z5s проверка стабилизации попрыгаем стабилизация здесь присутствует как вам звук проверка видео тестовое видео на lenovo z5s тестирую фронтальную камеру lenovo z5s как меня слышно всем привет и хорошего дня подводя итог друзья сразу же хочется обратить внимание на его сильные стороны это конечно мощный энергоэффективный процессор это его прекрасный экран это его объемы памяти и маленькая цена ну а то что бывают глюки с камерой то что не до конца переведенная прошивка с этим можно мириться покупать вам его или нет решайте сами а с вами был Вячеслав канал товар из Китая всем до новых встреч всем пока пока